Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях музыкант, пианист, концертмейстер, уряд всесоюзного конкурса, уряд международных конкурсов и конкурса, который совсем недавно был в режиме онлайн. И не только. Об этом, обо всем. Мы поговорим с Андреем Катичевым, который находится здесь у нас в студии. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Николай. Вот что вообще в себя включает слово «музыкант»? Ну, вы же пианист. Это как профессионализация, да, или профиль. А что такое музыкант? Гитарист называется тоже музыкантом, певцы называют себя иногда музыкантами, если на чем-то играть. Что такое музыкант сегодня? – Музыкант сегодня, как, впрочем, и всегда. Это человек, профессионально занимающийся музыкой, и который не мыслит ни одного дня своей жизни вне музыкального космоса. – То есть у вас не бывает таких дней, когда музыка не звучит? – Практически почти нет. Ну, может быть, ну, допустим, один день в какой-нибудь году и то. – Ну, как плохой день. Не самый лучший, да? – А даже сегодня, в такой суетливый день, подремал в поезде метро и сочинил «Затерянную комету». Мне много своих произведений. – Ну, вот видите, как здорово получается. – Сочинил просто в голове. Я еще и не записывал нотами. – Ну, вот давайте мы сейчас поговорим. У нас много перед началом программы мы наметили много тем. И вообще-то о музыке можно говорить. Музыка вечная. Но прежде чем мы поговорим о музыке, все-таки есть же музыка тишины? – Да. – А что это такое? – Музыка тишины – это музыка покоя. Это, в общем-то, преимущественно фоновое звучание, пусть легкой, пусть, так сказать, академической, классической музыки, пусть какой-то, допустим, ну, допустим, симфонической музыки медленных частей, которые человеку сулит спокойное состояние души, когда он может просто раствориться и отдохнуть лучше, подчас отдохнуть лучше, нежели лежа на диване. – Ну, вот хорошо, музыка, она существует независимо от человека или человек все-таки придумал музыку? – И да, и нет. Я считаю, как человек верующий, что музыка идет с небес. – Человек, пусть и композитор, пусть и музыкант, который не занимается сочинительством музыки, но непосредственно является во время исполнения в лучшем случае со-композитором… – Транслятором. – Вот в том-то все и дело. Транслятор. – Ну, почему-то одному транслятору удается протранслировать что-то такое, о чем знает весь мир, а другому транслятору это не всегда удается. Мы еще вернемся к этой теме. – Новый конкурс 2020 года – это конкурс онлайн. Что это за конкурс? – Фестиваль музыкантов-импровизаторов «Ксеопланет-2020» посвящен памяти погибшего на Камчатке в горах альпиниста, великолепного скрипача, импровизатора, композитора Дениса Феофентова. Он проходил из-за, так сказать, пандемии онлайн. – То есть надо было дома что-то сыграть, да? – Да, дома или, например, у тех певцов, с которыми я служил в музыке. Вот. Певцы выступали эти, и в Люберцах тоже, и долгое время жили в Малаховке, в Краскове. Мир тесен. Ну, так получилось потом, что наши пути уже после этого фестиваля разошлись, чему я, кстати, очень рад. Я очень рад, Николай, скажу открыто, когда сбрасываются маски, в том числе маски благородства. – То есть по-разному в жизни было? – Конечно. – Все-таки люди творческие, сложности определенные. – Музыкальный мир – это мир сплошного соперничества. – Конкуренция. – На 80% просто предательство из-за этой конкуренции. – Так. – Конечно, конечно. Знаете, еще раз говорю, к сожалению, музыке последние, по крайней мере, 25-30 лет по моим наблюдениям, по моим наблюдениям, существует принцип, простите за откровенность. – Да, пожалуйста, конечно. – Мест не столь отдаленных. То есть прекрати свое существование. Ты сегодня, а я завтра. – Ну, я знаю. – Да и не верь, не бойся, не проси тоже. Присутствует. Я не могу сказать, что на 100%. Но процентов на 80 точно присутствует. – Получается, что так было всегда? – Да. – Великий композитор земли немецкой Роберт Шуман, которому в этом году исполнилось, в июне, исполнилось бы 190 лет, говорил, «Законы морали те же, что и законы искусства. И наоборот». – То есть что меняется, тогда искусство подхватывает. – Конечно. – Искусство в авангарде идет, да? – Да, вот именно. В авангарде идет искусство. Творчество вечно. Но вот этот принцип расталкивания локтями, знаете, молю небеса, как бы он не был бы тоже вечным. – Мне очень бы не хотелось, чтобы этот принцип и дальше сохранялся в искусстве. – Но вот смотрите, есть же примеры. Я уж не знаю, насколько тут работа локтями. Тот же Бах и Гендель жили примерно в одно время, из одного города. – Вообще, с одного года. – Да. – Из Карлати. – Да. И один как-то там сосуществовал, 23 ребенка, половина умерла, и никто его не знал. И то, что он позволял себе, то, что сейчас для нас кажется каким-то таким гениальным, он это как-то чуть ли подпольно этим занимался. А Гендель был, ну, детей у него, по крайней мере, не было. Гендель жил в шикарном особняке и был таким, одну оперу все расхваливают. То есть, ну, раз в неделю оперу мог написать. Вторую оперу пишут, все критикуют, но он был такой, да. И вот что получается. Оба композитора существуют, оба композитора работают. Один богатый, другой бедный. И оба до наших дней дошли. Причем Баху повезло чуть-чуть, если можно так сказать, уж очень сильно посмертно. Там что-то случайно обнаружили. Я к чему просто веду? Бах опередил свое время. Бах опередил свое время, но ведь могли не упасть эти старые ноты в той самой библиотеке, где кто-то что-то искал, и на него свалились якобы, ну, легенды, рассказы ноты Баха. Я о чем говорю? Вот вы обратите внимание, я даже не говорю о музыке, которая сегодня существует, но есть симфоническая музыка, есть люди, работающие в этом жанре. И если не брать музыку популярную, эстрадную и народную даже. Правильно ли я понимаю, что на сегодняшний день сформировался некий список композиторов для всего мира? Потому что есть театры, есть концерты. И вот он играется от А до Я, и, собственно говоря, больше ничего мы не можем нового предложить. И играются разные вариации. Николай, процентов на 90, к сожалению, это так. Стереотип восприятия, шкала. Тот же Шуман когда-то говорил, шкала замерения, замера. А как замерить гениальность, талантливость? Это же сугубо индивидуальное восприятие. Ну, знаете, вот эффект Мон и Лизы, простите, да? Да. Вот я многих людей знаю, и чтобы кто-то мне прям искренне признался, вот она действительно красивая. Ну, вот не было таких людей. А вот как-то принято говорить, что она какая-то красавица. Так все и говорят. Опять же, у кого, да, какое восприятие. Там анекдотов вокруг этого много ходит. Но смысл, как оценить эту шкалу и попадись не Шуман, а какой-нибудь другой человек, которого мы не знаем. Может быть, история его каким-то образом прошла мимо. Вот гениальность композитора, она в чем заключается? – В опережении своего времени гений просто преобразует среду. Гений выходит на новый уровень, который большинство людей принимает очень впечатлительно, восторженно, очень остро. Так что их это как минимум поражает. Гармония при этом должна существовать. Вот слово гармония я сейчас даже не в музыкальном уровне говорю. – Более того, благозвучие. – Благозвучие. – Благозвучие. – Благозвучие. – Потому что бывает, что ты слушаешь, как сейчас, говорю модным языком, композицию, и ты так, вот, ну неужели я чего-то не понимаю. Бывают разные звуки, да, бывают разные жанры, разный возраст по-разному. Но есть вещи, которые что ребенку, что средний возраст, что старику одинаково благозвучно. И кто-то говорит, что есть музыка плохая, есть хорошая. Есть музыка плохая, есть музыка хорошая. Или есть просто музыка, а есть не музыка. – Джоакино Рассини говорил, музыка не только должна быть хороша, благозвучна. Музыка, как это ни странно, должна еще и нравиться. Ты говорил Джоакино Рассини, великий юморист, повар, музыкант, кулинар. Понимаете, да? Талантливый человек, талантлив во всем. – Хорошо, я знаю также, что вы каким-то образом извлекаете порой из небытия каких-то музыкантов, которых почему-то история не дала им шанс. Вот расскажите об этой своей работе. Как это вообще происходит? – Нет, история. – Да. – Просто людское воззрение, благодаря всяким, еще раз говорю, искусствоведам, музыковедам. Из-за этих понятий, я лично так шучу, надо давно выбросить букву «В», тогда все станет ясно. 25 сентября по европейскому стилю этого года исполнилось 255 лет русскому музыканту, то есть белорусскому – это русский мир, который сам пожелал быть поляком. Он окатоличный фактически белорус. Михаил Андреевич, он же Михаил Клеофас. Кто? Правильно. О, Гинский. – Полонез сразу же. – Ну, конечно. – Полонез, Агинский. – Прощание с Родиной, да? – Да. 2000 год. Большая Никитская улица. Дом 46. Москва. Тогда нотный расклад Московского союза музыкантов. Не знаю, существует он сейчас или нет. По-моему, уже нет. Мне попадается келлеровское издание полонезов Агинского. Многих интересных. Вообще, все. Мне интересно. Я смотрю в ноты и воспринимаю все, как говорится, ушами вечного ребенка. А я не хочу как-то. Я не знаю, сколько мне лет ребенок я или нет. По крайней мере, все я воспринимаю почти как подросток. Так вот, я увидел подлинный вариант этого полонеза. – То есть, который был на самом деле. – Да, вот именно. Но в 1960 году мне удалось выяснить, Дмитрий Рогаль-Левицкий, Дмитрий Романович Рогаль-Левицкий, профессор Московской государственной консерватории, по случаю 15-летия освобождения Польши от немецко-фашистских оккупантов и гитлеровских, создал оркестровую обработку этого полонеза. До него приклеились к нему вообще названия «Прощание с Родиной». Он звучит, как у Агинского, вот я его играю на своих концертах, в варианте самого автора, вы знаете, без всяких потоков слез, рыданий. Это обычный лирический полонез или минорный. У него есть обычный… Вот полонез, единственный трагический, до минорный. Называется он просто «Прощание». Спрашивается, почему его никто не играет? Вот такие, знаете, вопросы, вопросы, вопросы. Куда подевались ученики Фредерикова Шопейна в Париже? Лисберг, Лейбах. Кстати, Николай, всю жизнь меня как-то донимает один вопрос. Ах, мой пианист! Что вы играете Фредерико Шопейна, Югрин? Почти ничего. Почему? Простите, не греет. Как вы можете так? Как вы понимаете, что вы сейчас сказали, Югрин? Я понимаю, я вам искренне ответил на вопрос. Не греет. Да, не греет. Ну, ученики его, Лисберг, Лейбах, греют. Сейчас мы сделаем паузу и подумаем, и расскажете нам о том, что греет, и кто греет, и так далее. У нас в студии... Конечно, у меня это моё паз, может быть, или у кого-то совсем другое. Но сегодня мы разговариваем с вами. У нас в студии Андрей Катичев, пианист, концертмейстер. И через несколько секунд вернёмся в студию. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». Сегодня у нас в студии Андрей Катичев, музыкант, пианист, концертмейстер. Уряд всесоюзного конкурса, уряд международных конкурсов. Продолжаем говорить о музыке. И сейчас о вас, значит, вы сказали, что... Конечно, наверное, музыкант может сыграть всё, как в том фильме. А Мурку можешь? Могу. Да, да. Вот. У вас, как я так понимаю, есть какое-то желание открывать людям те имена, ту музыку, которую, возможно, в силу того, что люди составляют свой хит-плейлист через все эти века, и они каким-то образом исчезли. И там действительно есть какие-то... Залежи. Залежи. А почему всё-таки... Ну, вы же не один такой человек, который догадывается, что надо покопаться. И не хочу быть одним. Есть такие же энтузиасты в мире, которые выкапывают этих людей из небытия? Простите, а тот же Шуман, тот же Мендельсон, который в XIX веке раскопали именно, прошу заметить, Иоганна Себастьяна Баха? Тоже почему они не образовывали свой круг Музыкальной Атлантиды? Благодаря вам? Нас всегда ждут открытия. Я один из тех, кто не любопытен. А знаете ли, Николай, любознателен. В детстве почему-то я неустанно самому себе задавал всегда один вопрос на букву П. Почему? Ну, ещё есть второй вариант. Зачем? Чему и зачем? А вот ещё вопрос. А кто Шопена мешал вернуться в Польшу? Никто. Ответ. Фредерик Шопен. Ну, тут ещё, видимо, мы же не забываем, есть человеческий факт, то есть есть музыканты. Потом надо не забывать, что есть, ну, всем известная история, опять же, Моцарта и Сальери. То, что наши телевизорители помнят. Моцарта и Сальери хорошая, известная история. Вот. А известна ли она? Да, если почитать хотя бы в Википедии про Сальери, кто был его учениками, то как-то по-другому. Да, смотрится по-другому. Сколько было произведений издано. Я о чём хочу сказать-то? Всё-таки человеческий фактор присутствует. Это мы сейчас живём здесь. Но если мы перенесёмся в век клавесина, я уж не знаю, каких ещё аппаратов. Клавикорды, клавиарфы. Там же тоже жили люди. Конечно. Два композитора, три, два композитора видят, что третий-то, ну, лучше у него получается. Руки по-другому бегают. Что мы должны сделать с ним? Правильно? Ну, да, как бы помешать. Было же такое? Было, и да, и нет. Ведь Антонио Сальери, на 6 лет, который старше того же Волькунга, Амадея Моцарта... На 6 лет всего. Окажется, что на все эти, да? Нет. Во-первых, он имел популярность в Вене не меньше, чем Моцарта. А потом ведь я только в 2007 году узнал историю, из которой я сделал вывод, что нищета Моцарта – это... Знаете ли, у Александра Бушкова, прекрасного современного писателя, есть хорошая фраза. Среди мифов, как среди рифов, точка, везде эти мифы, которые везде, всюду, повсюду, в том числе в музыке, в живописи, в кино, в театре, нас опутывают. Хорошо, но на сегодняшний день, вот если мы спросим сейчас не специалиста, человека, который редко ходит, тем более на концерты классической, фортепианной и прочей музыки, не будем брать эстрадную, это отдельный спектр, там можно утонуть сейчас, он назовет, дай бог, 10 человек. Ну так, с листа. Да. Да, и даже где-то... Сразу из головы. И где-то даже повторится, возможно. Конечно. Означает ли это, что общество, в том числе люди, которые... А у нас хватает людей, которые музыку слышат, музыку понимают, ну что-то в тебе меняется от этого, что оно не воспитано на сегодняшний день в музыкальном своем плане. Хотя многие дети ходят в музыкальную школу, где их учат, да, и так далее. Нет ощущения рвения людей в театры оперы и балета, прихода по абонементу. Может быть, с музыкантами что-то не так? Нет. Я думаю, Николай, что не так с катастрофой в отношении людского интеллекта. То есть интеллект страдает, все попроще надо. Все дело. Собачий вальс, та-та-та-та. Который на самом деле собачий польк. Там никакого вальсированного ритма нет. Я называю это общепринятое. То есть мы немножечко все стали попроще. Конечно. Ладно, попроще. Простота и примитив – это разные вещи. Вы не будете со мной использовать. Я понимаю, что у меня отвечают. Вы сам, человек, я смотрю, просто непримитивный, как и я. Надеюсь. Мы не любим примитивный. Конечно. Но его же… Культивируют. Культивируют. Примитивным человеком управляют. Может быть, это делают для того, чтобы за то, что непримитивно, больше платили. Большой-то театр у нас сегодня. Если даже ты и хочешь сходить, даже человек, который, ну, как бы, среднестатистически, по-московски зарабатывает, он сто раз подумают, да, и пойдет не на балет, потому что балет всегда дороже, а пойдет, черт с ним, один раз за пять лет схожу на оперу. Вот. Ну, есть вот такое ощущение. То есть, какие-то странные рэперные точки. При этом, безусловно, даже в эстрадной музыке есть абсолютно, на мой взгляд, гениальные вещи, которые твое тело, весь твой организм, он как-то находит отклик. А ты видишь, что есть работа. Работа человеческого какого-то мозга, работа рук. Когда смотришь, помните, это тоже такая песня из совсем уж другого жанра «Не стреляйте в пианист». Вот, когда это профессия… Полюбитик пианиста Миронова – это аллегорическая идея. Да, тапер. Но смысл в том, что это же таинство в какой-то степени. Тапер – это прежде всего импровизация. Вообще, музыкант – это таинство. Вот вы как стали пианистом? Зачем вам это понадобилось? Я объясню. Сначала музыкальная школа имени Мисковского. Заставили или сам пошел? Сначала, к сожалению, заставили. Ну и нормально. Угадали. Угадали? Да. Когда я закончил седьмой класс музыкальной школы, я не планировал быть музыкантом. Вдруг по инерции меня принимает восьмой класс музыкальной школы имени Мисковского. Простите, современную вывеску я не признаю. Принципиально. Это выбор моей совести. Точка. Но я про другое. И вот я пошел в восьмой класс по инерции музыкальной школы. И вдруг в декабре 1976 года, когда мне было 14 лет и 5 месяцев, я на две недели моложе Виктора Цоя, я вдруг стукнул кулаком по столу и вскричал «Я буду музыкантом». И я им стал. Я не знаю, что произошло. Мы себя не всегда, далеко не всегда можем объяснить. Ни вы, ни я, ни ваши, наши, прочие коллеги, помощники. Так невозможно объяснить все. Ну хорошо, а что такое пианист? Почему пианист? Почему не гитара? Кстати, у меня всегда волновал вопрос. Может быть, вы мне ответите. Почему огромный оркестр, в том же, пускай, Большом театре, который мы сегодня вспомнили, а гитариста там нет? Так получилось, опять-таки, европейская традиция гитара акустическая. Если там не встроен усилитель, инструмент красочный, прекрасный. Но это инструмент в основном тишины. Тишины. То есть? Там должен быть небольшой камерный зал. Понимаете? Просто я думал, что, может, кто-то обиделся из великих музыкантов, как-то вычеркнул ее. По крайней мере, я этого не слышал. Как Нобелевская премия. По математике же нет Нобелевской премии. Понимаете, устаканившаяся традиция, которая имеет тенденцию к окостенению. Я считаю, просто свежим взглядом. Вот повелось, так повелось, что группа духовых, медных духовых деревянных, группа струнно-смочковых, ну, арфа. Сколько сегодня оркестр, должно быть, единиц, скажем, я не знаю, как правильно это звучит. По-разному. Вот самый глобальный, обязательно, где должно быть все. Не какой-то там прямо уж, ну, такой вот набор. Ну, надеюсь, по количеству инструментов, я считаю, что, ну, 35-40. Сколько скрипок должно быть? Там же разные еще скрипки есть. И литов, и виолончели. Ну, как, я просто так на вскидку вам не скажу, что, значит, должно быть. Ведь партитуры переначивались, переписывались. То есть иногда переписывались под оркестр. Если нас не хватает каких-то инструментов, мы что-то… Переоранжировались, понимаете? Переоранжировались. То есть, правильно я понимаю, что многие произведения, которые сегодня звучат, если внимательно попытаться откатить их к тому, что, собственно, вышло вчера из-под пера композитора в каком-нибудь XVIII веке, это будет не всегда то, что имеет сегодняшнее… Не всегда аутентичное звучание. Тогда инструменты, как в ателье одежда, простите, шились, в кавычках, чаще всего на заказ. Когда и рояли других инструментов, простите, конвейерное производство. То есть тракторного производства не было. То есть были… Вот хорошо сказали, да. Это мне надо небольшая коллекция анекдотов. Да. А для такой вопрос. Вот вы стали пианистом. И что это за работа такая, пианист? Это уже… Был концертмейстером по художественной гимнастике. Искал работу в Московской областной филармонии. И был сначала соло, потом аккомпанировал скрипачам и альтистам. Масса случаев, когда я аккомпанировал певцам. Дальше. И сейчас могу это делать просто, поскольку работное, безработное состояние, вы понимаете. Ну да. Кушать-то что-то тоже надо. И если что-то будет, то сейчас вообще на репетиции времени не остаётся. Есть такая шутка. С листа, по слуху и наизусть. Сразу. Сразу. И не помните, репетировать, блин, в детстве надо было. Или, блин, репетирует тот, кто играть не умеет. Да, а ты возьми и сразу сядь. Понимаете, но в каждой этой шутке есть только доля шутки. Всё остальное не шутка. Ну, вернёмся ещё, у нас остаётся три минуты нашего разговора. Вернёмся к тем, я бы так сказал, ископаемым музыкальным версиям, с которым вы так вот относитесь. Что ещё есть вот в вашем репертуаре, что играете конкретно вы из традиционного, назовём это так, и из найденного? Василий Иванович Агапкин в 1912 году сочинил марш «Прощание славянки». Так. Все его знают. Стоп, как знают. Без двух тактов, перехода в среднюю мажорную часть, которые у него есть, зачем эти такты вычеркнули? Ну, чтобы марш был. Чтобы марш был. А он и так был. Зачем? Ну, более маршевый марш. Без него, него женили. То есть, значит, давайте Пушкина вот так будем редактировать. И Лермонтовой, возможно, редактировали. Да, вот в том-то всё и дело. Вот почему надо всегда обращаться к подлинникам? А что ещё вот в вашем репертуаре? Кого вот вы играете сегодня на… Пожалуйста, Николая Владимировича Зубова, потом самого Вологодского дворянина. Что из него дошло? Не уходи, побудь со мною. Не уходи, не покидай. В час роковой, когда встретил тебя, подчарующий, так сказать, лаской твоею. Ну и, знаете, сколько у него инструментальной музыки. Что от дебюка, как среднестатистический, даже вот и Люберецкий, Малаховский, и Раменский, и Коломенский. Ну, конечно. Раз от цыганок иду я к себе. Ну да, правильно. А Николай, сколько же остаётся вот таких, как… А сейчас прозвучит русская народная песня. Стоп. Любая. Хоть хуторок, хоть корабейники. А как это русская народная? Как вы себе это представляете? Я абсолютно… Она имеет автора. Русский человек. Да вот в том-то всё и дело. Всё имеет автора. В этом году 190 лет Иван Петровичу Лорионову. Знаете, его такого? Какой интересный. 190 лет. И 160 лет его визитной карточке. Песни «Калинка». Да. 1860-й год. Но весь мир знает. «Калинку» знает. Фамилию автора. Да. 170 лет знаменитому хуторку на стихи Алексея Кольцова. Евгений Климовский – актёр, тенор большого и малого театра. Евгений Климовский создал 1850-й год. То есть даже многим художникам, картины которых продают спустя века за баснословные деньги, им хотя бы приятно, что их как фамилию продают, как имя, как мастера. А здесь ещё и имя-то подукрали. В том-то всё и дело. Само никогда ничего с бухтой-барахтой не случается. Вы знаете, Андрей Игоревич, я хочу вас поздравить. К сожалению, наша программа уже завершается. Но мы, по крайней мере, сегодня дали понять, что музыка интересна тем, что это своя какая-то неповторимая жизнь. В ней есть всё – радость, боль, интриги. И очень масса имён, которые не то что утеряны историей, а которые, возможно, где-то лежат. И утеряны. Которые утеряны. И специально забыты. Специально забыты. Но есть всё-таки надежда, что некоторые, как когда-то произведение Баха, упадут всё-таки на голову библиотекаря. И мы познакомимся с помощью музыкантов. Нет ничего тайного, чтобы всё-таки не стало бы явным. Явным? Я бы так сказал, музыкальным. Именно. Спасибо большое. И вам большое спасибо. Андрей Катичев – пианист, музыкант, концертмейстер, уряд всесоюзного конкурса, уряд международных конкурсов. Ну а с вами был Николай Пивненко в программе «Открытый диалог». До свидания. Субтитры подогнал «Симон»